дорогие друзья здравствуйте сегодня мы решили попить чайку ну и заодно с вами поделиться приятной новостью всем привет я вчера представляете я немножко прикрою получила визу сша вот такие дела поэтому мы решили с вами поделиться то мы говорили что у нас визы нет думаем как я уже говорила мы как-то какое видео мы снимали и говорю у нас каждый день то одно событие то другое событие то дети 836 я тебе про что уже про рыбу скумбрию обычно вареную скумбрию и сегодня опять как бы событие такое но это вчера случилось но мы делимся с вами сегодня пошла тоже короче не не была готова почему без камеры ты пошла не была готова позвонили мне к обеду с пони экспресс я сдавала в барнауле на эмилии алексеевой пони экспресс документы расскажу вам если интересно поделюсь с вами как я в этот раз второй раз получала визу мне не нужно было ехать в екатеринбург так как виза моя в августе по моему закончилась в конце августа а сейчас что у нас октябрь месяц да ну то есть первую визу мы с тобой ездили получать в екатеринбург до 2015 году у нас есть видео на канале даже целый плейлист наше путешествие на машине ездили на автомобиле по трассе добрались нам разбили стекло короче пытались обворовать украли сумку ничего ничего такого не украли правда тонометр жалко хорошие тонометр ничего такого греть не украли украли сумку начали провизу вспомнили вот это вот все стекло разбили украли обокрали нас мне там за все годы были карточки эти скидочные накоплены в сумке там какие-то мелочь какая какие-то деньги мелочевка но сумку мы оставили посередине водительского сиденья и пассажирского приехали на праздник ну не говорите да мы не ожидали даже мы поднялись наверх понесли ведро помидор и вещи мы квартиру там сняли ладно давай расскажем про визу так мы рассказываем как первый раз получали подожди сколько денег истратили на поездку на вот это вот на стекло разбитое на правда приключение осталось как бы в памяти вот а еще сколько времени тратили на то чтобы собирать различные документы нас напугали ой ёлоченьки документы нужны иначе визу не дадут да документы там все что ты имеешь нужно все это показать потому что ты что ты состоятельный человек что ты можешь туда поехать и там не дай бог опрошайничать вот там я понасобирала чего могла там что ты имеющими имущество все нужно копиями не копия оригиналы в общем повезли мы туда целую папку документов огромную в итоге в итоге честно сказать когда моя очередь подошла меня пригласили у меня спросили зачем ты хочешь поехать в сша и я сказала что у меня там живет моя дочь и что она должна родить ребенка да и оказалось она человечнее человечнее офицеров американских которые там принимали нас посольстве не ларису не оказалось нет людей а то говорят вот там убийцы и подонки да нифига подобного если ты едешь своей дочери это святое если ты едешь посмотреть на своего внука это святое понимаете ну и в общем я пыталась показать ему что вот мои документы которые я собрала мне сказали нет этого ничего не надо там сняли отпечатки пальцев и сказали что ждите тебя добре на виза тебе придет виза ну я ее дождалась и первый раз я полетела туда 11 января когда алексу было 10 дней 10 января нашему внучку было 10 дней я очень не видел кстати он меня и встречал там ну ладно а второй раз это вообще я даже не знаю как так вообще нету вы не представляете без сборки разных справок да печати как у нас тут и опять же мне первый раз и второй раз помогала заполнять документы сноха спасибо ей огромное таня да и дочь она оплатила визу 2 раз она все это сама сделала как бы сказать и живем на халяву короче на халяву таня помогает дочь помогает воспитали таких детей да и я не работаю ну и вот что хочу сказать и мне моя сноха говорит вы обязательно приготовьте там документы там надо это то 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 а у меня были в этот раз собой вот такие документы в пони экспресс дочь я прислала свои документы ну что она там проживает что ее сошел сошел секьюрити ее там права она прислала свидетельство рождения алекса прислала и прислала на мне письмо на английском языке это обращение к офицеру посольство посольство что она скучает что она нас не видит что она очень и очень мечтает встретиться со мной и и для этого мне нужна виза чтобы туда поехать какое письмо было очень плачевно и жалобно короче вот все что у меня было вот эти два паспорта предыдущий с визой и новый и вот то что я перечислила я поехала в пони экспресс это все сдала и мне сказали ждать 10 дней я приехала домой и переживала я говорила дочь вдруг мне не дадут визу вдруг мне не дадут визу она говорит мама ну почему тебе не должны не дать визу но ты же не нарушитель никакой ты просто едешь к дочери в гости и я хочу сказать у меня по старому паспорту даже было такое нагреть мам ну вот ты смотри я его кстати высылала мне в предыдущем паспорте когда я последний третий раз туда заезжала и там ставят отметку насколько там сам много разрешают 6 месяцев жить и короче мне поставили отметку обычно ставили до какого мне надо выехать а в последний раз мне даже не поставили когда мне нужно выезжать мне даже нет цифры и даты то есть я собралась и уехала раньше вот и мне тут конечно взяли эту визу как это аннулировали да наверно штампик поставили ну в общем я я не представляла что это будет именно так легко и просто мы даже за гранд паспорт делали гораздо дольше и нервов больше натратили нервов да она мы не могли получить его там такая очередь была тут ну ребята но я не я не понимаю почему это происходит как же они так живут бедняги вы стояли сколько раз мы съездили за этот паспорт сколько мы документы сами заполнили все 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 сами еще и ездили и какие-то раза не понять приехали перед носом окно закрыли мы стоим очереди закрывают окно и говорят все мы не принимаем а время еще есть в шоке просто я конечно готова была уйти я не хотела не спорить ничего там народ стоит ну у нас прям перед носом один человек и мы да как раз были короче это хорошо у меня муж взял позвонил да позвонил там по телефону доверия написал бумагу ну и нам это сразу же начальник вышел и выдал нам паспорт он уже был готов нам только нужно было его получить за три минуты представляете но это вообще это дикость какая-то тут тоже надо было снимать все надо было ну как-то не снимали ну в общем мы надеемся все на лучшее прожили уже полвека и все думаю все ну ничего будет лучше а все хуже и хуже юра юра ты уже чай попила я еще пью я кстати знаете какое варенье из тыквы кабачка апельсина и лимона представляете у нас на канале есть там два рецепта это перекрученная маленькая небольшая реклама как реклама завуалирована мы только себя рекламируем но и рекламируем никакие продукты ничего не какие там гаджеты у нас у нас этого нет просто чтобы это рекламировать поэтому мы сами себя свои видео усы хвост и лапа вот мой документ а мы вчера отметили это событие ну как бы сказать я визу получилась на хезване гурю таня поехал за визу а за документами ну что вам дали визу я буду я еще не знаю сама уже получил она говорит ну вы обязательно мне позвоните вот прям сразу напишите что вам одобрили или нет я говорю ну я не знаю она говорит ох интригалка получили грудана ура поздравляю короче купила тортик мы приехали набухались мы чаю я поехала к ним купила тортик она вас готовила ужин муж заехал мы там посидели маленько я с работы заехал у нас дети живут барнауле и я там работаю поэтому я заехал повидался с внучками кстати у нас есть видео уже даже но у тайны на телефоне мы поехали без гаджетов вы бы оказались вот так друзья вот так получают визу так что если вы желаете это ничего страшного нет пожалуйста дерзайте у вас получится осталось получить обязательно получится если вы не коррупционер и не бандит обязательно получится да юрик давай без политики я чё сказал коррупция это чё политика и все остальное стараюсь политики ну вот она сама лезет как ты сказал если ты не интересуешься политикой она сама заинтересуется тобой так что сама к тебе придет из телевизора со всех щелей с радио отовсюду лезет мы слава богу телевизор то не смотрим да нам просто некогда муж приходит с работы говорит так я пришел с одной работы надо идти на вторую видос ставить вот так живем вот там тут то работает на трех работах на четырех работах вообще как люди работают на четырех работах я даже знаю этого человека но не будем переходить на личности про которого она говорила и вообще что теперь сделаешь вот умеет ли так работать тут одну должность 7 5 в лбу молодцы ладно всем пока пока до новых видео порадуйтесь вместе с нами всем всем пока всего хорошего не отключилась то нет до конца Субтитры подогнал «Симон»